Завершился второй международный форум «Узбекистан-2035». В течение двухдневного мероприятия участники обсудили направление, концепции и стратегии развития Узбекистана до 2035 года. Обсуждения были бурными, был вынесен ряд предложений, и об итогах мероприятия мы побеседуем с председателем Буйки-Ляджак Алишером Калановым. Здравствуйте, Алишер Бахадырович. Добрый день, Фахрадин. Расскажите, чем отличился второй международный форум 2035 от первого? У этих форумов были разные цели, разные задачи. Первый форум был больше организационный, и там, где мы должны были сформировать общую концепцию, что мы хотим предложить. И в рамках этой концепции было много предложений, много было мнений экспертов, которые в конце концов вошли в структуру технического задания. То есть на этом форуме мы больше, наверное, сказали, провозгласили о том, что мы разрабатываем такого рода документ. И второе, мы систематизировали техническое задание, чтобы было понятно, из каких разделов этот документ состоит, какие цели мы преследуем, что должно быть в структуре этого документа, как он должен быть сформирован как единый действующий какой-то большой механизм, где есть и оценка текущей ситуации, где есть цели, к которым надо стремиться, где есть понятная финансовая модель, которая подразумевает наличие финансовых средств для реализации этой стратегии, и где есть абсолютно понятная административный механизм, административное решение по тому, как управлять такого рода реформами. Мы постарались это мероприятие провести в прошлом году летом в Ташкенте. Мы его провели, сформировали ТЗ и после этого взялись за работу. В рамках этой работы мы провели достаточно серьезный набор таких полевых исследований. У нас было более 50 встреч с министерствами, ведомствами, госкомпаниями, разного рода организациями в Узбекистане для того, чтобы обсудить эти четыре компонента. Где мы находимся, куда нам надо стремиться, за счет каких ресурсов и сколько ресурсов необходимо для того, чтобы это получить, и как это должно управляться. Мы практически с каждым из наших коллег обсудили этот набор решений, которые в конечном итоге и получили отражение в стратегии, которую мы финализировали в конце прошлого года, сделали первую презентацию в администрации президента. И сегодня мы эту платформу, эту стратегию обсуждаем на форуме для того, чтобы максимально получить обратную связь, в том числе связь может быть связанной с критикой, с оппонированием. Мы пригласили наших коллег из Узбекистана, из узбекистанских министерств, из компаний, для того, чтобы с ними детально обсудить положение этой стратегии. Мы эту работу провели и считаем, что финализация этого этапа крайне важна. Поэтому второй форум был крайне необходим. Может быть мы выбрали не очень удобное время. Февраль не самое удобное время для поездок, но тем не менее количество экспертов, которые приехали, прилетели со всего мира в Узбекистан, оно все равно внушает. Из нашей общей численности 270 человек в Узбекистан, порядка 80 человек уже прилетело в Узбекистан. Это как минимум уже знаковое событие. Поэтому мы считаем, что второй форум, мы закладывали в него определенную цель, и эту цель мы выполнили. Вы довольны итогами мероприятий? И какие, на ваш взгляд, были самые яркие предложения от деловых, политических кругов, которые тоже принимали участие в ходе форума? Я доволен самим форматом форума. Потому что сам формат форума – это двухсторонняя улица, это диалог, это обсуждение, в том числе, каких-то элементов, где мы не только имели разные мнения с нашими коллегами из Узбекистана, из министерств и госкомпаний, а в том числе даже внутри нашего профессионального сообщества, даже внутри экспертов. Мы имели абсолютно разные, иногда даже противоречивые взгляды, что делать и какие реформы проводить в той или иной отрасли. И для того, чтобы это все привести кидым из-за знаменателей, этот форум был необходим. В том числе для того, чтобы в арбитраже обсудить эти вопросы и учесть мнение каждого. Потому что сама платформа и суть нашей платформы, система ценностей, которую мы исповедуем, о том, что мнение каждого важно. Поэтому это должен быть документ, под которым готов подписаться каждый из наших экспертов, даже если с какими-то разделами этого документа не согласен. Поэтому при публичном обсуждении, арбитраж, это было частью этого форума, мы эту работу провели. И считаем, что тот формат обсуждений, дискуссии по каким-то вопросам была очень горячая дискуссия, по каким-то мы быстро, потому что мы говорили на языке, где вся система ценностей была, по сути, разделена обеими сторонами. Мы этот отрезок прошли, сейчас получили возможность доработать эту концессию, в том числе с учетом комментариев и арбитража, которого мы провели. После того, как этот документ будет финализирован, мы дальше спланируем, собственно говоря, уже, наверное, какой-то элемент его опубличивания, сделать так, чтобы документ стал публичным, провести публичное слушание, в том числе получить обратную связь от гораздо более широкого круга, как экспертов, так и заинтересованных лиц в отношении к документу. К любому из его разделов, к системе ценностей, к выводам, которые мы сделали, чтобы каждый, по сути, ознакомился с этим документом и высказал свою рецензию. Нравится, не нравится. Если не нравится, почему не нравится. По каких-то отраслям высказал свою критику. Либо, наоборот, сказать, что он согласен, но, допустим, у него есть какой-то взгляд, как это сделать более эффективно и в более короткие сроки. Здесь мы абсолютно открыты. Мы понимаем, что этот этап вот этих общественных слушаний займет определенное время. Мы планируем, что это месяца полтора-два. И к нашему, ну, такому ожиданию, мы, наверное, к концу апреля планируем эту работу закончить, чтобы в мае финальный документ мы могли представить руководству республики. Позвольте затронуть одну критику со стороны именно участников. Во многих сессиях, не во всех, конечно, я слышал, многие говорили, что концепции, многие стратегии, они зарубежные. То есть взяты как из Америки, из Японии и других развитых стран, и они не подходят Узбекистану, нет определенного рецепта какой-то стратегии. Как бы вы прокомментировали именно вот это вот высказывание? Но это не совсем так. Мы действительно, когда выбирали тот или иной вариант развития стратегии, будь то отраслевой, будь то, как бы, с точки зрения показателей верхнего уровня, мы действительно смотрели мировой бенчмарк. Ну, невозможно делать что-то, не сравнивая, как это делают все другие. Поэтому бенчмарк точно был, но релевантность тех решений, которые мы предлагаем, они соответствуют и структуре экономики, и ментальным характеристикам нации, и, как бы, определенным элементам, которые связаны с культурой и национальным единством, понимание институциональной среды. То есть там было достаточно много ориентиров, на которые мы смотрели, когда предлагали тот или иной, как бы, вариант реформирования, тот или иной вариант стратегии. Поэтому бенчмарк мы точно брали, но то, что есть в материалах стратегии, это абсолютно история про специфику и про то, что сегодня релевантно и нужно для Узбекистана. С другой стороны, конечно, есть в этом элементе определенный, может быть, формат, где можно согласиться с частью, потому что большинство экспертов, которые эту стратегию разрабатывали, они живут и долгое время существуют уже в других, ну, как бы, так, в других сообществах. Это люди, которые получили хорошее образование, хороший бэкграунд и работают во многих странах мира. Безусловно, какая-то специфика, где-то страновая, где-то, может быть, специфика, связанная с тем, как наши эксперты формировали стратегию, она содержит какие-то элементы ценностей, которые могут быть, ну, оппонированы или критикуемы с точки зрения того, что эта система ценностей может быть не совсем релевантна для применения в Узбекистане. Такие элементы и есть, и как раз-таки форум поддает возможность эти все нестыковки, эти все противоречия выявить и на них найти ответы. Айшер Вахадырович, мне что-то стало интересно. 270 человек, 270 разных мнений из разных стран мира. А как вы приходили к единому консенсусу? Сложно, очень сложно. Более того, я скажу, чтобы финализировать документ, мы практически проводили многократные телеконференции, мы много раз обсуждали, особенно по тем моментам, где было абсолютно полярное мнение наших экспертов. Мы пытались прийти к общему знамени, какие-то вопросы мы сняли. Где-то мы аргументированно объяснили, где-то наоборот. Эксперт, который имел как бы мнение самостоятельно, он переубеждал большее количество экспертов о том, что именно так надо правильно поступать. Это была абсолютно такая эволюционная работа. Мы ее провели по каким-то вопросам, но не договорились. И вот эти вопросы легли в панель арбитража, которую мы препарировали на форуме. Практически в каждой сессии было от 5 до 7 вопросов, которые остались неурегулированы. Мы их сегодня, по сути, проговорили, мы на них нашли какие-то правильные ответы. Эти элементы после арбитрирования попадут в итоговый материал стратегии. Поэтому уважение к мнению и профессиональному взгляду у каждого специалиста является системой ценностей, которую мы исповедуем в Бойке Ладжаеве. Мы уважаем каждого, мы уважаем мнение каждого и дорожим его профессиональным взглядом, его навыками и той работой, которую может нести в общую стратегию. Концепция подразумевает 4 сценария исхода, скажем так. И при этом вы сами утверждали, что реализация стратегии, она проведет к 2035 году вхождение Узбекистана в 50 экономик мира, ВВП повысится в 10 раз, ВВП на душу населения в 8 раз, инфляция, она будет менее 5%. При каком именно сценарии произойдет такой исход? Ну, этот сценарий, он описан, у нас 4 сценария, как вы правильно сказали, сценарий верхнего уровня, которого мы придерживаемся. Это динамичный сценарий, который, по сути, показывает, что при определенном смелости в преобразованиях, при определенном, наверное, ну, как бы, в том числе, стечении обстоятельств, в том числе внешних, потому что мы живем в глобальном мире, где есть, в том числе, большие экономические процессы, есть элементы, которые влияют, в том числе, ту макроэкономику, которая является частью этого сценария. И мы понимаем прекрасно, что реальная жизнь, она, наверное, немножко многообразнее, нежнее, чем те 4 сценария, которые мы описали. Но, тем не менее, сценарий в верхнем уровне, он такой, он, да, он где-то амбициозный, он где-то прогрессивный, он где-то, может быть, кем-то оспариваться в плане того, что это может быть даже нереально. Но вот наше ощущение о том, что на этом этапе мы должны понимать, что у нас должна быть какая-то вот такая сверхцель, сверхзадача. Потому что только на сверхзадачах идет мобилизация всех ресурсов, идет в том числе работа, которая дает максимальный результат. Поэтому мы просчитали этот сценарий, он не просто синтетический, и под него подведена определенная эконометрическая модель. Он подразвивает действительно определенные шаги, связанные со стабилизацией инфляционных процессов, со стабилизацией курсов, процессами, связанными со серьезными инвестициями, более триллиона долларов. Они связаны с повышением производительности труда, связаны с тем, что Узбекистан за это время за счет эффекта низкой базы будет расти даже темпами в какие-то года, даже больше, чем те темпы, которые мы заложили в динамический сценарий, в том числе подразвивая, что какие-то элементы кризисные, которые в это время будут существовать во всем мире, в любом случае окажут дефирующее влияние, и в какие-то года у нас будет, может быть, меньший рост, нежели тот, который мы закладываем. Этот сценарий есть, он оцифрован, но работоспособность конструкции, которую мы предложили, она призывает организацию работы над любым из этих сценариев. То есть мы в своей работе, как я уже сказал, оценили четыре элемента. Первый элемент, где мы находимся, надо адекватно осознавать. Где ты находишься, какие у тебя есть ресурсы, что ты хочешь сделать и, соответственно, оценивать свои силы реально. Второй элемент, это цель верхнего уровня долгосрочной стратегии. Куда мы хотим прийти, каких результатов мы хотим достичь, кто нам для этого нужно, какие нам для этого нужны ресурсы, какие нам для этого нужны преобразования, что мы должны построить для того, чтобы достичь этой цели. Эта цель амбициозная, мы согласны, и поэтому назвали это динамичным сценарием. Третий элемент, мы показали, что под каждый сценарий есть определенные финансовые модели, и показали источники денег по отраслям, которые необходимо инвестировать в разные пропорции, где-то это должны быть государственные инвестиции, где-то должны быть частные государственные инвестиции, где-то только частные инвестиции, которые позволят обеспечить такой рост. Четвертый элемент этой стратегии, это система управления. Администрировать такого рода стратегии, это отдельное искусство, это отдельное знание, это отдельные навыки, поскольку она подразумевает себя и подборку профессионально-квалифицированной команды, и в том числе выстраивание правильного технократичного элемента Система управления. Мы его предложили, мы сказали, что этот элемент должен быть абсолютно проектно ориентирован, технократичен, где есть KPI, они материальные, они счетные, и эти KPI верхние, которые каскадируются из целей верхнего уровня, это и РосОВП, это и Роспроизводительность, это элементы связанные с инвестиционной активностью, то есть это вся история, которая по большому счету потом декомпозируется в KPI каждого руководителя, будь то министр, будь то руководитель региона, будь то руководитель госкомпании. Вот эта единая система ценностей, такая проектно ориентированная, она позволяет управлять практически любым из этих сценариев, поэтому ту модель, которую мы предлагаем, мы считаем, что это такая платформа, которая жизнеспособна, саморегулируемая и может в том числе учесть то многообразие, то отклонение, которое могут быть внутри этих сценариев. Понятно, что сценарий реальной жизни, он будет несколько иным, мы это прекрасно понимаем, но тем не менее, в том сценарии, который мы для себя предлагаем, мы понимаем, что это должна быть действительно какая-то сверхзадача. И в заключении нашей беседы давайте немножко забежим вперед. Вы обсудили концепцию с общественностью, затем, допустим, правительство приняло документ, она утвердила документ. Что же станет с бою Келяча? Какие ваши дальнейшие планы с учетом еще того, что количество экспертов у вас растет? Как вы отмечали, сколько, очень множество заявок подается в день. Да, нас сегодня уже 270 наших коллег, наших друзей, соратников, экспертов бою Келячаки. Я думаю, что численность будет увеличиваться, и здесь мы видим два элемента нашей, наверное, такой более проактивной позиции. Мы готовы по каким-то отраслям, по которым сегодня мы, в том числе в рамках форума, увидели, что наши мнения совпадают, и что реформы, скорее всего, будут в этом направлении, которые являются таким для нас ориентиром, где мы готовы предложить очень профессиональную экспертизу, поскольку многие из нас в этих отраслях, в отраслях народного хозяйства, в реальном секторе, ну, скажем так, добились определенных успехов и являются уже признанными специалистами, которые готовы не просто давать рекомендации, но и те решения, которые абсолютно релевантны, применимы и, более того, эффективны в условиях Узбекистана. Мы готовы эту ситуацию сделать проактивной, чтобы не ждать, пока кто-то спросит у нас, а самим предлагать эти инициативы, тем более, что видим, что это диалог двухсторонний, открытый, и что эти инициативы всегда находят понимание у наших коллег в Узбекистане, они с удовольствием с нами встречаются, обсуждают, и это абсолютно конструктивный такой формат работы, который может дать большие результаты, в том числе в рамках текущих задач, которые стоят в Узбекистане перед нашими коллегами. Вторая компонента — это понимание того, что мы можем стать серьезным кадровым резервом. Мы уже сегодня говорили о том, что 10 наших коллег получили высокие назначения в Министерство госкомпании, и мы считаем, что эта динамика должна продолжаться, потому что движущей силой всех реформ, любых преобразований — это, конечно, команда, это люди, это профессионалы, которые своими руками, своими знаниями воплощают эти реформы в жизни. Поэтому это крайне важный аспект, и мы здесь будем тоже, наверное, готовить какую-то позицию, при которой мы готовы обеспечить участие наших коллег из экспертного совета БУКИЛАДЖАК более активно на этом этапе в рамках и текущего операционного управления, это может быть включение в советы директоров, это может быть включение в какие-то советы, которые определяют долгосрочные концепции отраслевые, в том числе и говорить о том, что часть наших коллег примут предложения и приедут и будут работать на высоких позициях в Республике Узбекистан. Мы этот формат, эта организационная работа сейчас активно обсуждаем. Я думаю, что мы его тоже предложим, потому что понимаем, что здесь мы тоже на одной волне, на одном, наверное, таком знаменателе с руководством Узбекистана, что самым главным капиталом, самым главным движителем, самым главным, наверное, такой фактором успешности этих реформ, это квалифицированная команда, это профессионалы, которые должны эти реформы реализовывать. Здесь мы, я думаю, что сможем быть полезными для руководства Республики. Алишер Бахадырович, спасибо вам большое за принятие участия в нашей программе. Спасибо, спасибо ФР1. Субтитры создавал DimaTorzok